Тэээкс, короче, всем здорова, мы возвращаемся в мир пенумбры некролог. Давненько по ней не было опять в серии, как обычно, я это говорю постоянно, поэтому мы продолжаем и возвращаемся. На улице светло, тут темно, поэтому видимость у меня плохая, придётся воспользоваться немножко фонариком. Как обычно, конечно же, я не помню, как я сюда прошёл, как я сюда зашёл, но да ладно, сейчас я думаю разберёмся. Пришёл я вроде бы оттуда, там генератор, но генератор, насколько я помню, не работает. Странная дверь сверху, я в неё уже залезал, также вот эту бетономешалку сраную, я точно помню. Так, немножко память тогда восполняется, наверх поднимался, наверху не было ничего интересного, наверх туда поднимался, там тоже ничего такого особенного не было, Поэтому пойдём-ка вот сюда, здесь у нас какой-то спуск вниз. Выпиливаем дверку, тут у нас какой-то люк, значит, короче, здесь написано, что аварийная система питания включается только в случае отключения главного генератора. Тут люк, но люк, судя по всему, открывается поворотом. Давай, 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 верти, крути. Кручу, верчу, наиать хочу. Ну и погнали вниз. А можно я не буду падать? Ого! Спасибо! Какая-то байда мне что-то нашёптывает, слушайте. А чё такое? Ой, это пойди, что закрывать? Закрывать я не хочу. Поэтому пойдём потихоньку сюда. Чё у нас? Никогда не любил электричество, хоть мне и не доводилось иметь с ним дело. Почему в такие моменты рядом не оказывается волшебной кнопки, которую можно было бы нажать, и всё сразу заработало? Было бы неплохо, знаете ли. Хотя стоп. Вот же она. Нажми на кнопку. Чё-то подозрительно, знаете? Чтобы Кивин мне так спокойненько помогал чё-то такое сделать, мне кажется, он меня обманывает. О, место для предохранителей, смотри. Отлично. Так, а давай фонарик вырубим? Без него вроде бы вполне видно, а то у меня чё-то не особо много осталось. Опа! Кнопку твою нахреня тыкать не буду. У меня есть смутные подозрения, обычно он нормального редко советует. Давай-давай! Ёпчать! Ёртика! Чё такое Ёртика вообще, подожди? Да не то, что Ёртика, как мне опустить грёбаную хренатню? Он до какого-то... Давай! Собака сутулой, а? Ты дурак, что ли, мент? Чё? Вот это вот вообще напрягающе. Давай! Да ёпчать! Давай! Чё-то такое чувство, что этот... Что меня наху послали. Или мне кажется... Чё это? Сначала нужно подать питание на кабель. Какое питание? Так, тут чё-то воткнуто. Опа! Ты посмотри, розетку забыли воткнуть. Вася... Подожди! О, чё-то заработало. И что здесь делать надо? Ты грёбаный фонарик. А, нормально, нормально, парни. У меня нету этого. Подожди, чё за нахрен? Ага, это очередная закатка от Пенумбрыча. Нихуасы! Она мне две штуки сразу задвинула. Ты чё, байда охренела, что ли, а? Ага. Ага. Подожди. Не-не-не-не-не-не. Давай наверх. Опа! Всё, протыкал, сообразил. Пацан вообще только так, только в песню мыслит. Почти. Так, подожди. Давай походим с сигнальным факелом хотя бы, потому что фонарик у меня что-то совсем уже плохо. Так, ладно. И всё-таки с этим дурацким переключателем что нужно делать? Он не работает, что ли, а? О! Отлично! Значит, а я был кривая жопа. Наверное, было с самого начала так сделать. Ну, погнали наверх. Чё? Там чья-то рука была. Отвечаю. Тихо нахрен. Там рука была чья-то, прям стофудово вам говорю. Это меня вообще не радует. За столько серий в Пенумбре, пока я играл, я давно уже не встречал всяких ублюдков. А тут внезапно, бах, чья-то спица вылезла. Надо быть поаккуратнее сейчас. Я помню вас, парни, всё хорошо. Где этот друг? Или меня опять мой Кевин пытался наигать? Шо, рыли что ли? Шо таке происходит, а? Кевин, не мудри. Давай переключим. Подожди. Опа. Опа. Не понял. О! Давай в талово. Ой, как хорошо. Ой, прям аж... Ой, аж шея заболела, сука. О! Мы починили свет, это хорошо. Теперь, как мы все помним, там были двери, через которые мы не могли пройти, потому что... Не работал свет. Поэтому погнали туда. Не знаю, где пидор с клещами, которые там был. Ну и хрен бы с ним. Ой, только в какую мне дверь идти, я не помню. Сюда, что ли? Что это за место? Что такое место такое странное, не понимать? Чертежи, рисунки. Я здесь, кажется, был, но... Ладно, восполнить. Твою мать. Все, фонаря нету. Все, пацаны, в темноте гуляем. Шкафчик. Шкафчик я полностью излутал. Но мне нужно все-таки достать где-то по треке для фонарика. Ну, вываливаемся. Нужно найти ту самую электрическую дверь. В которой мы должны будем сейчас, собственно, и пройти. Месседж. Уважаемый персонал станции. Энергоснабжение жилого отсека и прилежащих корпусов восстановлено. 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 Восстановлено неполадок. Просьба сообщить об этом члена персонала со статусом код АА или техработнику. Благодарим за внимание. Бла-бла-бла. Как хорошо ты слушаешь. Можно подумать, мы не заметили, что все заработало. Так, ладно. Теперь давай найдем место, где это было странно и эта дверь. Толканы. Кстати, я тут вроде бы все осмотрел. Тоже любят этот... Бывшие сотрудники этого комплекса Блэкмесса претать батарейки в туалетах и в бачках. Мне бы сейчас не помешало это, собственно. Такая музычка довольная поцки, вы бы знали. Просто счастье навеливает прям в игре. Прям поднимает боевой настрой. Это, конечно, хорошо, но я не помню, правда, все равно куда мне идти. Поэтому давайте еще немножко потупим. Тем более, может быть, получится найти... Чуть мне это не нравится. Что ты мне показываешь? Подожди, я, кажется, здесь был, и мне кажется, явно не сюда. Погодите, дайте ко мне вспомнить, где находилась та странная дверь. Куда я сейчас пошел вообще? Что-то место знакомое. Пацаны, Рыли заблудился. Рыли заблудился. Чуваки, а все-таки похоже мне сюда. Ну-ка, давай попробуем. Ну-ка, как, как батя учил? Твою мать! Так, ну, преграду я преодолел. В прошлый раз я немножечко тут бахнул, но ничего страшного. Иногда такое беда иногда случается. Ну, погнали. Как мы все помним, мы поставили предохранители. Короче, там включили свет. Единственное место, говорю, нам сейчас, как на моей памяти, нужно идти. Это место, где открывались и закрывались дверки. Которое без электричества не могло работать. А еще почему-то фпс проседает. Опа! Проходим дезинфекшн. Мне тут на лицо попрыскали немножечко. Это, конечно, хорошо, но я думал, сейчас будет подзагрузка какая-то локация, где мы будем проводить какие-то хорошие вещи. Но, на первый взгляд, здесь как-то чересчур мрачно. Давай присядем на всякий пожарный. Так, в Толкан. Первым делом надо сходить в туалет. Это обязательно. Туалет наше все. Ищем батарейки прямо в унитазе. А, у меня, кстати, сели батарейки в фонарике, понимаете? Understand? I have problem. Че, неужели ни один работник станции не решил спрятать свои батарейки прямо в унитазе? Серьез ли? И туалет и бумагу даже не оставили. В раковинах тоже ничего нет. Потому что я какие-то игры помню. Тоже в стиле хоррор. Но там, правда, похоже, были инди-хорроры. Там постоянно были батарейки в унитазе. Если батарейок нет в унитазе, то это не инди-хоррор. Давай пойдем аккуратно, потому что я не очень помню, что здесь как бы. Точнее, то, что помню. Я даже не знаю, что здесь у нас может ожидать. Аккуратненько. О, там сохраночка есть. Закрываем дверку на всякий пожарный. Мы с вами люди осторожные. Я, кстати, когда первый раз сейчас взорвался на той красной хрени, мне как в шею бахнуло. Я аж охренел. У меня аж чуть кое-что из ушей не потекло. О, батареечки. Сейчас немножко шеи стало получше. Поэтому погнали, собственно, проходить дальше. Пенумбручку. Пенумбручку поиграть в удовольствие. Конечно же, на моем канале эта игра не так популярна. В основном все любят смотреть мафию. Но для разнообразия почему бы и нет. Игра же достойная. Внимание. Так, давай немножко подзарядимся. Потому что мне действительно плохо видно. Так, ящик, я думаю, not used. Давай сделаем сохранение. Не помню, когда последний раз я его делал. Но сохраняться никогда лишним не будет. Так, фонарик пока отключил. Мне там опять в уши позаливали, короче. Ну, как обычно. Так, аккуратненько. Опа, какая-то хорошая, приятная комнатка. Со светом, все дела. Спокойненько, уютненько. Только почему-то какой-то морозец по спине. Так, там какая-то байда, которая мне явно не нужна. Фонарик сильно эксплуатировать. Не грузится. На игране черт знает, что творится. Там, по-моему, темно. И все. Может био сбросить. Так. Так. Книжечки, книжечки. Черт, тут ничего нету, что ли? Вы серьезно? Это что, пустые локации? Тут даже батареечку не удосужились. Картинку можно посмотреть? От этой картины веет одиночеством. Это печально. Ну да ладно. Короче, здесь нихрюнашеньки нету. От чего вот этот дым такой идет, видите? Прям такой дымоган по всей этой хате. Я так понимаю, тут спокойно, что ли, будет, да? Спокойно, а это хорошо. А то какая-нибудь байда появится, если внезапно. Я опять очень сильно дерну своей шеей. У меня опять заболит шея. Я опять буду выйти орать. Твою мать! А он выглядит безобидно. Может, он поможет нам выбраться? Твою мать! Чуваки, у меня сейчас шея заболит. Монстрик! Будьте любезны, подкройте эту дверь, пожалуйста. Можно я там черкну? Может, там батарейки есть, слышишь? Молодой человек. Там какая-то херня лежит. Шо таке? Вентиляционный инструмент. Я понял, что это. Я понял, что это. На хрен. Что? Что ты сказал? Сам пидор. А! Ты что на хрен? Ты мне еще мешать тут будешь? Ты not understand, да? Я твоя не понимать. Ну, погнали. Фу. А-а-а! Бля. Вот такие вот необычные моменты в этой игре. Чё за на хрен, твою мать, звук? Чё за страшный звук такой был? Чё я... А. Реально почти... Чё за звук такой был неприятный? Тут опять инструмент нужен, да? Тихо. Тихо. Такие сюрпризики нам игра предоставляет. А, это вот... Где он? Его нету! Сука! Не знаю почему, но мне хочется вот сделать вот так. А-а-а! Вау! Пошел ты! Не открывается! Серьезно! Э-э-э! Он с топором! Ты чё, поехавший что ли? Друг! 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 Пощади на хрен! А-а-а! Твою мать! А-а-а! Нормально, нормально, нормально! Всё, пацанчики, держимся! Гаврика мы, короче, куда-то прогнали! Серверная не открывается! Такие у нас будут варианты! Гаврик, смотри-ка, стоял там своей елдой, трёс спокойно, когда я пока я ходил, там инструменты собирал! А тут ему внезапно захотелось мне, короче, навалять! Свой топорик засунуть в мой задний проход! В смысле? Он пещеру загородил? Эм... Какой-то через чуруный гаврик, как мне кажется, нет? Интересно... А куда-то дойти! Если серверную пройти нельзя, она закрыта! Пойдём-то опять сюда сходим! Может, он здесь что-то наделал? Хрен, он тут полхаты разнёс! Тихо! Тихо нахрен! Но он дикий! Славик буйный! Дверь мне выпилил, главное! А дальше не пускает! Так, тогда давайте соображать! Конечно, сложно соображать, когда у тебя на хвосте какой-то гав... Нюк! А где он, кстати? Вон он! Вон он! Да заберись ты! Какого хрена не работает серверная? И как мне тратера попасть? Тут нигде не вводится никакой код, ничего не делается! Ладно, у меня там была записная книжка, где я мог какую-нибудь байду ввести, и может быть, мне было хорошо! Есть у меня подозрение! По поводу того, как мне отсюда выбраться! Ну, мне возможно, надо пробраться в тот комплекс! Но он здесь ходит, кругами, везде! Где он сейчас? Нам не просто так дали вот эту фигню! Возможно, нужно найти какую-то... Тихо! Тихо! Тихо, 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 тихо! Враг, что ли? Чё ты делаешь? Это чё, призыв самки какой-то, что ли? Твою мать! Он меня ещё и увидел! Ты чё, поехавший, что ли? Ёптеть! Я думал, он самочку вызывает, а он там, оказывается... Ууу! Ха! Так! Хм! Блин, чё, не надо... Вот это вот вообще напряжённая такая ситуация! Чё, гнел? Он ещё и двери тут закрывает! Ах! Чё, дурак, что ли? Ну давай, своей елдой тут не тряси! Тут так-то нет ограничения 18+. Пошёл ты! Пошёл ты! Ага! Ага! Угу! Ладно! Гаврик! Так, ну ладно, всё! Надо от него отвязаться! Пусть он уходит! Нужно продолжать поиски! Давай валяй отсюда! Кстати, если бы он пошёл бы сейчас налево, было бы неплохо! Хрена у него такая походочка прогулочная, знаете, типа... Кофта, кепка, маечка, заначка с табачком! Бежим! Бежим в комнату какую-нибудь! Вот я хотел здесь всё обследовать! Он мне, кстати, так и не дал! И у нас, помните, ещё здесь вот комнатка была! Может, здесь что-то есть? Давай закроем на всякий случай хренам! Что у нас тут есть? Что по-быстрому? Вот решёточка! Пошла ты! Давай! Давай-давай-давай-давай! Чё, дурак, что ли? Ты думаешь о том, о чём надо? Выпиливай дверь! Там Славик сзади! Всё, проходим! Отлично! Отлично! Получилось найти! Опа! Хрена себе, тут мужик без башки сидит! Дверь заблокирована с другой стороны! Вот это да! Ну-ка! Надо же ещё! И ещё одна жертва цианида! А, он с башкой! Он сам себя убил просто! Карточка! Помните дверь, мне нужна была карточка! Карта-ключ! Какой-то мужик тут, смотри! Странно! Кто это такой? Шо-таке? Кто это? Кассетка! Кстати, где-то магнитофон! А, вот и магнитофон! Давай послушаем, чё гутарят! Ага! Погнали! Меня зовут Алфорд Ричардсон! Я веду серию экспериментов, связанных с артефактом, который нашла экспедиция! Запись третья! Уже вечереет, а я всё никак не могу собраться с мыслями! Я понимаю, что мне следует прекратить опыт! Но я же ещё даже не попытался вскрыть артефакт! Итак, приступим! Для снятия крышки я взял отвертку! Попробуем её снять! А, чёрт! Уронил! Вроде цел! Что же, это лишь укрепляет мысль о том, что обычным физическим воздействием его не открыть! На сегодня хватит! Я устал! Перед сном стоит подумать о более действенном способе вскрытия! Нормально! Он достал отвертку, уронил его на пол, всё, я устал! Ничего! Старый телевизор, ему тут явно не место! Какая разница! Ладно, ну погнали дальше! Мы нашли ключ-карту, это... Такого... Аааа, ага! Теперь нам надо обратно! Через нашего друга! Через нашего друга-подружку! Я понял! Тихо! Хотя, чё, побежали! Всё! Это хорошо! Здесь его уже быть не должно! Теперь ищем комнатку, которая... Чё? Твою мать! Ты откуда взялся? Пошёл ты! Ха! Ха! Ах! Тихо! Вы чё тут обострились? Так внезапно у вас тут никого не было! И тут вдруг... Давайте, гаврики! Тут всей толпой нам летим на Парадонзо! Почему бы нет? Мы же его две серии не видели! Ладно! Всё! Теперь тут уже вас точно не должно быть! Так что давайте даже не начинайте! Музычка такая спокойная, играет хорошая, всё хорошо, настроение приличное! Здесь потребуется карта! Окей! Всё, заваливаемся! Телефон нам звонит! Так, так, так... Чё, будем базарить, что ли? Ну, давай! Пообщаемся! Рада снова тебя видеть! Это огромное везение, что ты смог добраться сюда! У меня две новости! Думаю, стоит начать с хорошей! Я смогла связаться со спасательной группой и рассказала о нас! А теперь плохая! Ты находишься не в самом хорошем месте! Рядом с тобой находится задрошенная часть станции Мануик! И, к сожалению, учитывая обстоятельства и разрушения, пройти можно только через неё! Не знаю, что тебя там ждёт, но ещё до заражения в этом месте ходили нескольких! Самые приятные слухи! Так что тебе придётся проверить их действительность на собственной заднице! Хе-хе! Ха-ха! Извини! В общем, в этой комнате должна быть рация! Возьми её и жди сигнала от спасательной группы! Они помогут тебе выбраться! Будь осторожен! До связи! Щас Кевин чё-нибудь сморозит, смотри! Держу в путье! Послушай меня! Должен быть другой путь! Ты сам слышишь, что со своими в этом месте! Неужели ты плюнешь на своего друга Кевина? Неужели я никак не заслужил того, чтобы ты меня послушал? Вот это вот место, я помню! Это вот где была бочка с бомбами, был поворот направо и заброшенная! И там же какой-то мужик в мониторе камер наблюдения! Я понял, там мужик какой-то! Какого? Нехана тут розеток! Берём рацию! А здесь какой-то мужик! Вот это вот меня, конечно, не радует! Вообще, это вот картиночка! Рации, я думаю, пользоваться смысла нет! Недавно произошедшие события задачи лекарства и персонала! Уже некоторое время на станции проводились эксперименты по созданию особой кислоты, способной разъесть оболочку артефакта Persona Truths! А, Tardus! Но неделю назад Кастер решила прекратить эксперимент. За день до решения Альфорд Ричардсон, биолог станции, проник в лабораторию и провёл опыт в одиночку, в ходе которого впал состояние комы, из которого его не могут вытащить до сих пор. Причина таких событий не ясна. Определённая группа учёных занимается выяснением обстоятельств. Некоторые учёные, которые часто контактировали с Альфордом до инцидента, сообщают, что тот до трагического происшествия вёлся как-то странно, как минимум месяц. Говард Лафреск выдвигает предположительные теории о природе случившейся, но пока это только догадки. А Альфреду присвоен код статус С, и по выходу из комы каста вряд ли восстановит его в должности. Такие дела. Ну что, давайте на этом серию закончим, продолжим и в следующей серии. А на этом пока что всё. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте и ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok